Десногорск До этого у нас выходила техника, ну трактор со щеткой. Убирали проезжую часть, возле бордюров убирали. Сотрудники САЭС-сервис при помощи небольшого трактора работают в 4-м микрорайоне. Введение компании немалый объем работ, результатом которых должны стать чистые и опрятные улицы. Это уборка с газонов, то есть листвы от мусора, уборка проезда дорог, ну то есть от мусора, от песка. Покраска, естественно, ремонт малых форм, то есть тут очень обширный набор работы. Аналогичные задачи, но уже в других районах у МУП ККП. В составе организации 4 жилищно-эксплуатационных управления. Это более 30 сотрудников. И для каждого из них чистый город – главная задача независимо от времени года. Мы вообще-то выполняем в течение года эти обязанности. Ну а просто после зимнего периода, естественно, вытаивает много очень всего, всякого мусора, которого мы должны это убирать. И мы, естественно, каждый день убираем. Помимо привычных бытовых отходов, которые, к сожалению, некоторые горожане выбрасывают прямо на улицу, а не в урну, задача коммунальщиков – песчано-соляная смесь. Важное зимое оружие в борьбе с гололёдом весной продолжает напоминать о себе. Реагент забивает ливневые стоки, загрязняет почву и поднимается в атмосферу при порывах ветра. На помощь ручному труду с мёдлыми и совками приходит и техника. В арсенале службы благоустройства 12 единиц техники и почти 20 человек персонала. Работают по графику. Машины с 4 утра, дворники 4 часами позже. Зона ответственности – весь город. Убираются автомобильные дороги, убираются обочины дорог, сгребаются листва и выводятся на хранилище специально отведённых площадок. Совсем скоро на помощь коммунальным службам придут горожане. В апреле стартует традиционный санитарный месячник, который завершится общегородским субботником. Субтитры создавал DimaTorzok